уважаемые друзья всем привет значит и сегодняшнее видео я хотел бы посвятить подробной инструкции о том как использовать значит не растаможенный автомобиль в украине вот ну начну значит не с не с того что уже все и так знают значит банальные вещи которые говорят все это то что значит у водителя транспортного средства при себе должно быть три документа да то есть давайте значит начнем чуть чуть как бы с другого еще как бы и дойдем уже как бы до вот этого момента но по факту это то что вам действительно достаточно знать но я чуть-чуть как бы шире затрону весь этот вопрос значит связи с чем даже да то есть банально всех возникает как бы какой-то страх и там не покупать допустим такой автомобиль и так далее ну чем с тем что остановят полицаи грубо говоря там да и я что я буду делать меня заберут и машину ну я спешу вас огорчить значит никто автомобиль у вас забирать не будет и больше того до останавливать даже останавливать вас никто не будет вот и все значит вы никому не нужны у всех есть свои как бы другие дела поважнее как бы это печально не звучало да то есть вот значит начнем с того какие есть легальные причины остановки полицейским транспортного средства это по значит закону о нацполиции сейчас я вам как бы зачту значит вот эти моменты закон украины про национальную полицию пункт 1 9 1 статья 1 статья 35 значит 9 причин первое если водой порушил правила дорожного руха естественно да если есть очевидные ознаки что свидетельствуют про техническую несправность транспортного средства если есть информация что свидетельствует про причетность водяя або пасажиров транспортного засоба до вчинения дорожного транспортного пригода если транспортный засоб перебывается в расшуку опять таки да то есть ну не покупаем просто такие транспортные засоби если он в расшуку то тут как бы хоть на евро регистрации хоть на украинской зачем он нам нужен зачем нам с этим связываться если необходимо сделать опитывание водяя или пасажиров про обставины вчинения дорожного транспортного пригода если необходимо залучить водяя транспортного засоба до надания допомоги іншим учасникам дорожного руху або полицейским если уповноваженный орган державной влады принял решение про обмежение или заборону руху если способ закрепления вантажа на транспортном засобе створяет небезпеку для других участников дорожного руха и последнее порушения порядка визначения и використания на транспортном засобе специальных светловых або звуковых сигнальных пристроев у каждом разе працевник полиции зобовязанный про информировать водяя про конкретную причину зупинки ним транспортного засоба с детальным описом подставы зупинки визначенной у цих статях вот и все то есть это 9 законных причин остановки транспортного средства на территории украины закона про национальную полицию украины никаких евро номеров там евро блях литовских регистрации польских и так далее тут нету поэтому если вы думаете что вас начнут останавливать потому что вы на литовских номерах то вы глубоко ошибаетесь значит это незаконная причина остановки полиция как бы тоже у нас уже образованная люди как бы вот тоже да то есть образовываемся никто как бы таким не занимается никому не нужно терять свое время и заниматься как бы непонятными какими-то делами и вопросами вот но даже если вам попались какие-то неадекваты которые говорят что вот там у вас евро номера какие-то там непонятные вопросы и так далее есть полицейские которые начинают играть в таможню задавать вопросы какие может задавать только значит сотрудник таможни но это уже как бы отдельная тема но есть такой тоже вы продать начинает а когда машина заехала и так далее значит опять таки это не входит в компетенцию полиции значит это компетенция работников таможни вот значит это есть тоже конкретные пункты законодательства в принципе думаю значит у вас эти вопросов и не будет но даже если и и будет и окей я как бы либо сниму там отдельное видео либо просто подпишу еще как бы в описании да то есть вот этот момент чтобы видео не было там получасовым вот поэтому вот и все значит если вы нарушили то есть вас остановили законно не вопрос полицейский должен составить постанову протоколы о нарушении вот таком случае да вы должны значит ему предъявите три документа которых все говорят и права страховка и техпаспорт никаких доверенностей значит ну права естественно у вас есть свои вы получили их да там техпаспорт опять-таки при покупке автомобиля покупатель вам отдает тоже как бы да хоть тут на украинской регистрации хоть на литовской без разницы и страховочка у вас может быть в принципе при покупке автомобиля европейская страховка которая распространяется на территории украины в том числе ну если такая да то здесь какие распространяется из ки нет но я допустим лично рекомендую сделать себе еще как бы украинскую страховку обычную нашу 500 гривен она будет стоить ну плюс-минус годичная и все как бы у вас есть три документа вы предъявили значит предъявить это не передать то есть вы не обязаны передавать то есть если причина остановки законы вы остановились согласно правилам дорожного движения в беспечном месте вот там приоткрыли чуть-чуть окошечко допустим чтобы как бы было слышно вас и сотрудника полиции все если причина остановки законы вы предъявили ему как бы вот эти три документа там через стекло в своих руках он посмотрел записал составил постанову вы подписали и поехали дальше там заплатили потом допустим штраф которые предусмотрены ну вашему до нарушению и как бы никаких проблем и вы дальше значит пользуйтесь своим транспортным средством все вот это как бы ну есть и вкратце то есть это вот такая информация больше там особо никакой информации вам знать и не нужно значит чтобы пользоваться таким транспортным средством на территории украины поэтому как итог я значит хочу пожелать всем гражданам украины доступные автомобили под значит качественный автомобиль по доступной цене зачем переплачивать там и в два в три раза непонятно за что значит ситуация действительно бредовая нашей стране самые дорогие автомобили цены нигде такого нету вот покупайте значит пользуйтесь качественными европейскими автомобилями по доступным ценам вот это как бы мой посыл значит я пользуюсь очень рад и желаю значит всем остальным то есть хотя бы вот таким мелочам тоже как бы радоваться наслаждаться потому что жизнь одна жизнь идет и можно долго ждать там и каких-то тоже чего-то в общем ждать не не дождаться значит а года идут поэтому всем мир увидимся все 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 Продолжение следует...